Ну вы ведь как психолог и как инженер душ человеческий, вы же писатель теперь, вы не могли не задумываться над природой этого успеха. Вот я в этой же студии беседовал в июне месяце еще с блогером-проституткой Кэт, с реально практикующей проституткой из Питера. И вот успех ее дневника мне понятен, потому что секс и деньги – это вещи, которые интересуют, в общем, почти всех, в многих. И там тоже как бы эффект подсматривания в замочную скважину есть. Но она и пишет хорошо, я не понимаю. Вы тоже пишете хорошо, она пишет хорошо, у нее просто гораздо меньше подписчиков, чем у вас. Она догоняет, она догоняет. Хорошо, все равно объясните мне. Мне кажется, что в тексте и в жизни человек обладает неким обаянием. То есть вот удается, вот у меня есть, я придумал некий персонаж. Я его придумал немножко от головы, я его долго корректировал с 2005 года. Но вы срисовывали себя, естественно. Ну срисовывал, но я не похож на него. Я так думаю. Потому что он там более ироничный, он мягче, он такой, ах, немножко. А я такой, деньги считаю. И вот у той же Кэт есть некое обаяние. Как у Жванецкого есть сценическое обаяние. Или вот с Ефимом Шифриным мы переписывались немножко, о чем-то говорили. Фантастически обаятельный человек на сцене. Но вот если вернуться к Жванецкому, я не могу его читать с бумаги. И никто не может, он не смешной. Про Жванецкого считаете? Да, я про Жванецкого говорю. И про Шифрина, наверное, тоже. Они вживую прекрасные. Я вот с Задорным познакомился. Вот я за что благодарен своему блогу. Какие-то люди приходят, очень приятно. Михаил Николаевич тоже. Сидишь, с него смеешься просто так. Вот он сидит, сидит, потом вдруг так и вопли. Зина! И бежит какая-то Зина. Это все смешно. Что бы он ни делал, а в текстах на бумаге они не смешные. А у меня наоборот. Почему-то мой бумажный текст воспринимается как юмористический. А прочитать его со сцены... Два года назад ко мне обратился некий московский продюсер. Очень хороший человек. Говорит, давай ты будешь читать. Мы с тобой заработаем перед Новым годом как раз лимон за месяц по корпоративам. Первая книжка там вышла. И совершенно не пошло. Не умею читать свои тексты со сцены, хотя предложения постоянно продолжаются. Вы отказали ему, исходя из того, что у вас это не получится, или вы все-таки попробовали? Я попробовал. Я сделал там две или три попытки где-то выйти и... В клубах это было? Это было в клубах. В московских? В московских тоже. Я пришел к выводу к такому, что вот мой текст нельзя читать. И никто не сможет читать. Потому что пытались сделать аудиокниги, они тоже не смешные. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.